Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и это видео я предлагаю посвятить теме, как восстановить мужское либидо, как восстановить мужское желание. Достаточно часто мужчины как раз-таки сталкиваются с тем, что в определённый момент их жизни абсолютно снижается сексуальное желание. У кого-то оно вообще уходит, да? Мужчина говорит, я вообще ничего не хочу. Серьёзна ли эта проблема? Безусловно, очень серьёзна. Поэтому сегодня мы будем разбираться. Либидо, я напоминаю вам, мы будем говорить и о сексуальном либидо, да, о сексуальном желании, и о желании двигаться дальше, достигать, да, то есть добиваться новых вершин, добиваться новых высот. То есть на этом мы тоже сделаем определённый акцент. Поэтому сегодня обязательно разберёмся. Я рада приветствовать каждого из вас. С вами Ольга Придухина. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё этого не сделали. Задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Возможно, у вас есть методы, которые помогли вам восстановить ваше желание. Обязательно ими делитесь. Ну что, я предлагаю начать. Действительно, либидо, как я уже многократно говорила, очень сложно каким-то одним фактором воздействовать на либидо. То есть либидо – это глобальное выражение, да, на которое влияет и вредные привычки, и физическая активность, и питание, и иммунитет, и гормональный фон. Всё в совокупности. Безусловно, одну из решающих ролей в том, какой у вас либидо, играет гормональный фон. Но не бывает хорошего либидо, если нарушен гормональный фон. Поэтому я всегда рекомендую мужчинам следить за уровнем тестостерона. Причём сдавать не кровь на тестостерон, а именно профиль слюны. Это важно очень, так как результат будет более достоверный. Я каждому из вас рекомендую это сделать. Следующий момент – обязательно следить за гормонами щитовидной железы. Я также хочу, чтобы вы понимали, что не работает вот так вот всё однобоко. То есть происходит нарушение целиком в системе. То есть нарушается и работа щитовидной железы, нарушается и, соответственно, выработка там женских половых гормонов у мужчин. Их обычно становится больше, тестостерон снижается. Поэтому снижается либидо. Также очень важную роль на либидо оказывает психологический статус мужчины и его самооценка. Вот многие этот факт отрицают. Я здесь с вами абсолютно не согласна. Всё-таки вы должны понимать, что если мужчина находится в состоянии депрессии, мужчина плохо спит, мужчину что-то беспокоит. Да, может быть, женщина, которая постоянно говорит, какой ты там плохой, постоянно пилит. То есть нет какой-то поддержки, желания там помогать, там вместе как-то решать проблемы. Да, а сейчас, к большому моему сожалению, много женщин, которые занимают какую-то вот такую непонятную позицию, что вот я королева, а вы все мне тут должны, да. А если ты там не зарабатываешь там какой-то определённой суммы, или там не даришь мне подарки, как я вижу на картинках, да, значит, ты какой-то плохой мужик, ты не такой. И, конечно, вот этот факт меня очень разочаровывает. Мужская самооценка, мужская либидо, мужское либидо вот здесь начинает значительно страдать. Поэтому очень важно, друзья мои, про это помнить. И, конечно же, если рядом партнерша, которая постоянно как-то вас обзывает, оскорбляет, принижает, то о каком хорошем либидо мы с вами будем говорить. Соответственно, о каком хорошем гормональном фоне мы с вами будем говорить. Безусловно, будут проблемы, причём проблемы серьёзные. Также ещё повторюсь, что алкоголь оказывает значительный вред на ваше мужское здоровье. Безусловно, алкоголь, курение вредит вашим сосудам. Причём курение абсолютно любое. Это могут быть сигары, сигареты, электронные гаджеты. Всё это в совокупности, да, вот сейчас этих много всяких нововведений, разных парогенераторов. Причём этих мужчин, взрослые, курят вот эти вот смеси, да, непонятные, там, с бананчиком, с апельсинчиком, ещё с чем-то. Это всё вредит вашим сосудам. То есть происходит сужение сосудов, происходит, бывают проблемы, связанные с атеросклерозом. То есть всё это угнетает нормальную работу сосудов. Поэтому я рекомендую вам, крайне рекомендую, всё-таки на это, друзья мои, обращать внимание, также помнить про витамины минеральные дисбалансы. Специально для мужчин я разработала комплекс «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. В своём составе имеют то уникальные витамины, микроэлементы, восстанавливает потенцию, улучшает либидо, восстанавливает уровень тестостерона и улучшает качество сперматозоидов. Содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и её химбина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие с первых дней приёма. Плюс улучшает иммунитет, соответственно, когда мы восстанавливаем витамины минеральные дисбалансы, то происходит значительное улучшение либидо и значительное увеличение уровня тестостерона. Ссылка на «Мужскую мощь» будет первая в описании под этим видео. Все, заказывайте, пробуйте, ощущайте эффект. Абсолютно натуральный состав, не содержит тяжёлых металлов, красителей, ароматизаторов, фенолов. Произведён, разработан в России. Мы прошли все-все проверки, уже зарекомендовали себя среди многих мужчин. И мужчины отмечают действительно потрясающие результаты, то есть тонизирует, даёт сил, энергии двигаться дальше. Поэтому я вам рекомендую. Ссылка для заказа первая в описании под этим видео. Заказывайте, пробуйте. Но помните, что всегда всё работает в совокупности. Поэтому обязательно физическая активность, обязательно отказ от вредных привычек, обязательно правильное питание. И тогда твоё либидо всегда будет под контролем. Ну а мужская мощь на страже твоего здоровья.